День военно-морского флота 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 Совместно с нашей организацией МКО по специализированным видам услуг отрабатывали на местах, что смогли, прочистили. Понятно, заторы, заилистость очень сильная. Со своей стороны, которую мы колодцы очистили, это по МИРА-64, сейчас вопросы должны решить управляющая компания, именно у ИЖИКХАП-2008. Ну и по Мечтателе-33, то есть делаем обследование, смотрим причины затора совместно с ТВСК, пытаемся откачать, пытаемся пробить весь этот затор, который там на сегодняшний день существует. То есть контракта у нас сейчас действующего нет на обслуживание ливнев канализации, то есть мы стараемся пока своими силами это все сделать, предотвратить те коллапсы, которые у нас возникают. Что-то получается, что-то нет, но в любом случае мы без минимума не оставляем ни один двор и ни один участок, который у нас на сегодняшний день имеется. Сегодня в 9 утра на телефон ЕДДС города Устилимска поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2106 по адресу проспект Мира, 9. К его тушению привлекались три человека и одна единица техники. В результате сгораемые части моторного отсека уничтожены, пожар ликвидирован, погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки автомобиля. Виновное лицо, ущерб устанавливаются. В Иркутской области из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на 12. Об этом говорят данные стат наблюдений, проведенные службой потребительского рынка с 16 по 22 июля. В службе отмечают сезонное снижение цен на овощи и фрукты нового урожая – капусты, морковь, картофель, яблоки. Кроме этого, подешевела замороженная рыба, свинина, крупогречневая, масло, подсолнечные яйца. При этом на 10 прод товаров первой необходимости цены практически не изменились. Ситуация на продовольственном рынке при Ангаре демонстрирует устойчивую стабильность. Дефицит отсутствует. Устилимский утвержден нагрудный знак к 45-летию стройки Совета экономической взаимопомощи. В 2021 году отмечалось 45 лет с момента прибытия интернациональных отрядов в наш город на строительство объектов СЭФ. В связи с юбилейной датой и в целях поощрения граждан, принявших активное участие в стройке СЭФ, утвержден нагрудный знак. Наградой является мера поощрения от имени мэра города Устилимска. Торжественное награждение нагрудным знаком предполагается провести 27 сентября текущего года в день празднования 85-летия Иркутской области в городском краеведческом музее. В общей сложности планируется наградить 100 человек. Награды изготовлены и уже поступили в город. Для составления полного списка награждаемых сотрудники краеведческого музея просят горожан поделиться информацией об участниках строительства объектов в СЭФ. Возможно, кто-то трудился непосредственно с представителями интернациональных строительных отрядов. Сведения можно предоставить по телефону 306-08. 13 августа в Устилимске в третий раз пройдет экоакция проекта 360 компании «Н-Плюс Групп». Волонтеры снова очистят от мусора берег Устилимского водохранилища. Экоакция 360 в Устилимске состоится на диком пляже «Жираф» вблизи остановки Краеведческий музей, где часто гуляют и отдыхают местные жители. В прошлом году волонтеры проекта собрали на этом пляже два самосвала мусора, отправили на переработку 85 килограммов пластика и установили информационный стенд. Но этого оказалось недостаточно. Большая территория от берега до дороги снова покрыта мелким бытовым и крупным строительным мусором. 13 августа добровольцы очистят территорию пляжа и соберут отдельно автомобильные покрышки и пластик, чтобы отправить вторсырье на переработку. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте projectdefis360.ru. Анастасия Устюжина, Алена Феоктистова, Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город». КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok